Ракетные удары по Израилю и бомбардировки в ответ. Ситуация на Ближнем Востоке накаляется с каждым днём. Палестинцы не прекращают массовых протестов, а некоторые арабские страны грозят войной. Президент Турции Эрдоган вообще назвал Израиль террористическим государством. И всё из-за решения Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей. Сергей Ослендер выяснял, к чему это может привести. Как и ожидалось, сразу после заявления Трампа о признании Иерусалима столицей еврейского государства, по палестинским территориям прокатилась волна насилия. Южный израильский город Сдерот обстрелен ракетами из сектора газа. Один из снарядов угодил в детский сад, но по счастью дело было вечером и никто не пострадал. На западном берегу толпы погромщиков забрасывали военных камнями. В ответ солдаты применили резиновые пули и слезоточивый газ. Около тысячи пострадавших есть убиты. Речь Трампа вызвала бурю возмущения во всем мире, особенно в его мусульманской части. Массовые протесты идут во многих крупных городах от Вашингтона до Бейрута. ООН непрерывно обсуждает ситуацию, но что с ней делать, пока никто ясно не представляет. Европейские посланники один за другим выступают с заявлениями против признания, но пока, собственно, с заявлениями дело и ограничивается. Мы не согласны с решением США признать Иерусалим столицей Израиля и начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Это не соответствует резолюциям Совета безопасности, и это бесполезно с точки зрения перспектив мира в регионе. Статус Иерусалима должен определяться путем переговоров между израильтянами и палестинцами. Малайзия заявила, что готова отправить армию для защиты Иерусалима, но как это сделать технически в Куала-Лумпуре, разумеется, не уточнили. Декларацию американского президента осудила даже весьма далекая от ближневосточных дел Северная Корея. В заявлении, которое распространило пхеньянское телевидение, Трампа назвали сумасшедшим. Ситуация, конечно, наколена до предела, но пока израильским службам безопасности удается удерживать ее под контролем. В армии объявлено состояние повышенной боеготовности. В Иерусалим введены дополнительные силы полиции и военных. И вот буквально несколько часов назад в городе произошел теракт. Араб с ножом напал на охранника центральной автобусной станции, тяжело ранил его. Сам нападавший ответным огнем был ранен, потом задержан, а охранник доставлен в больницу в критическом состоянии. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.